Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас, как всегда, ежедневный влог. Влог сегодня с Ваньком. Утепленные. Я говорю, Вань, мы одеты с тобой, как капустка. Потому что, ну, на самом деле, очень тепло оделись. И кого угодки меховые, и брюки, и две кофты, и шуба, и на улице минус 15 перчатки. Но приехали мы у нас, это наша платформа Останкино. Слава богу, у нас сейчас сюда ходят электрички. Наши, сколько, Вань, 71 рубль, да, сняли? Да, и 5. Поездка 71 рубль стоит. И приехали мы на ВДНХ. Это мой единственный выходной, когда я могу с Ваней. Вчера я весь день проработала, в субботу. Ну, а сегодня, несмотря на мороз, можно сказать, такие полевые условия, все равно решили поехать. Потому что очень хвалят там выставка всех регионов. Ну, в общем-то, я подумала, мы же не по улице будем ходить. Хотя нам еще добраться надо. В общем, пара остановок в автобусе. Т-73 будет до ВДНХ, прям непосредственно под останки электробуса. Так, ну что, парочку остановок подъехали мы. Это очень удобно. Раньше мы обычно их на самокатах все преодолевали. Здесь весь центр посыпали солью. И такое ощущение, что мороза нет. Вот, посмотрите, все оттаивши, только сугробы выдает. И холод на улице, потому что зима. Так, вот они наши центральные ворота. Здесь, кстати, тоже все посыпали солью. И при входе, вон там, смотрю, павильон появился. Там, где обычно цветочки летом растут. Сейчас какой-то павильон и какой-то трактор нас преследует. Прям вот он едет за нами почему-то всю дорогу. Я влево, и он за нами. Вот, пойдемте начнем с самого центра с вами. Россия, как красиво все сделано. Здесь мне написали, елки со всей России украшены. Если летом приезжаешь, цветочки... А, вон нам туда, Ваня, заходить. То сейчас елки. И музыка, кстати, в нашем стиле играет. Мне говорят, Лена из 90-х. А мне нравится, что я из 90-х. Обожаю эти годы. Здесь все фотографируются возле елочек. Елочки очень красивые. Мы потом их с вами обязательно рассмотрим. А пока что идем стадный рефлекс. Вот куда вся толпа идет, тут завитушки такие сделали. Туда же и мы с вами. Галерея достижений России. На пороге невероятного путешествия сквозь пространство и время. Перед вами галерея достижений России. Ну, пойдем. Пять минут время прохождения. Ой, какие елки. Может, дашь сам эти желудки? Нет, я пытаюсь елки рассмотреть еще под спутно. Очень красивые елочки, украшения прямо все обалденные. И они такое ощущение, что настоящие. Воня меня тянет сюда, в глыбь. Здесь, как всегда, нужно пройти охрану на входе. Как будто в космическую трубу куда-то зашел. Построено 180 перинатальных центров. Знаете, когда я в Дубае, Ваня, была, мы там в лифте поднимались с будущего, а там тоже такая же музыка приблизительно, что по типу вы попали в будущее. 30 тысяч километров железнодорожных путей и северных путей. Дороги России. Кстати, здесь тепло более-менее по сравнению с улицей. 91% молодежи гордятся Россией. Ну, когда идешь, не успеваешь считать все эти вывески. В общем, такой хвалебный стенд. Профориентация с 6 класса. Ух ты, Ваня, я не знала, что у вас профориентация с 6 класса будет. Будете уже профессию выбирать. С 6 написано было. Российский, атомный. Что-то там. Не успеваешь считать, очень быстро как-то все уходит. Могу несколько раз обходить. Дальний Восток. Арктик. 16 месторождений каких-то новых открытых. В общем, да. Время прохождения 5 минут. Мне кажется, мы за 3 прошли эту трубу. Ничего толком не увидели. Смотри, Ваня. Вот это елка Республики Крым. Видишь? В общем, здесь от каждого округа получается нашего в России есть своя елка. Сейчас мы с вами оценим. Как тебе крымская елочка? Она с блюдцами. Я мало-ненецкий. Я все время говорю неправильно. Я все время все поправляют. Автономный округ. Вся в таких синих нарядах. Он и мало-ненецкий. Бывает иногда заговариваешься, девочки. Я же не специально. Понимаете, когда ты очень многое и долго говоришь, ясное дело, что иногда ты бывает, что заговариваешься, говоришь не те слова, которые, как я недавно говорила, не замысловатно было. Здесь не знаешь, что слушать. Музыка со всех сторон. Там одна музыка, там впереди каток совсем другая. Кто-то вот соприкасается. Там сейчас был павильон движения первых. Баня сказал, там ничего интересного нет. Мы туда не пойдем. Очередь была регистрироваться надо было. О, Баня, смотри. Автомобили первых лиц государств. Музей. Хоть хотим посмотреть автомобили? Кого? Автомобили первых лиц государств. Самые дорогие автомобили. А где это? Пойдем посмотрим. В музее гаража особого назначения. Павильоны 53-54. Отсканируй, что там надо. Я поняла, это концерт, что ли, идет? Я думала, это с катка музыка доносится. А это концерт идет? Это премьер-министр, что ли, группа была? Я поняла, как это было. Ничего себе. Моя любимая песня я играла. Ваня. Моя любимая песня. Восточная. Моя любимая песня, понимаете? Ваня тянет туда дальше. Глаза, конечно. Ну, Ваня, ну дай послушать, блин. Тикеры, типа, получим. А, я думала зайти сюда, нет? Самая большая очередь там при входе была. Здесь уже очередей нет. Цифры нейросети Яндекса, Ваня, это твое. Цифры нейросети и ВКонтакте. Тоже что-то такое. Вот сюда уже очередь. Ну, я... Аплодируем, да? Мы, наконец-то, попали. В ВК это круто. Как настроение, друзья? Вот, да, хорошо. Добро пожаловать в мир ВК. Это место встречи с витами. Приложениями, продуктами и сервисами. Я уверен, вы все знаете, самые главные, самые основные приложения ВК, да? Ну, какие это будут? ВК-видео, ВК-путы, да? Отношники, ВКонтакте, Одноклассики, да? Такие вот шутливые, игривые мониторчики. Ой, пардон. А это что такое? Вань, встань, посмотрим. Надо встать сюда. Встань. Посмотрите. И что я встала? Дальше что? Должна посмотреть. Слушайте, идите в ВК-музыке, чтобы находить новые траки. Быстрее все. Что-то непонятно. Слушайте поп. Все танцуют, все поют. Что это такое? Давай проверим свои знания. Давай. Здрасте. Давай. Нажимай. Все обо всем давай. Зачем кошки длинные усы? Усиливают обоняние. А вот и нет. Благодаря усам кошка улавливает колебания воздуха. В темноте. Прикниль ей. Подожди. Рыбы никогда не спят. Конечно, не спят. Спят один раз в жизни. Конечно, спят как иначе. Третьи. Отвечай. Лягушки пьют воду. Лягушку с молочным. Оказывается, лягушки не пьют. Они впитывают воду кожи. Я не знала. Зачем кричит петух? Так утро вставать пора. Просто общается с другими петухами. Утро. Отвечаю. Мне кажется. Нет, петух не работает будильником. Он и правда часто кричит в одно и то же время после своего пробуждения. Но цейк пения. Показать другим петухам, кто тут главный. Прикинь. Я сказала, что здесь интересного. Пойдем лучше в Яндекс. А где Яндекс? Вот какие-то нейросети Яндекс. В Яндексе, когда появился Яндекс, они начали все копировать. И все на низком уровне. А, то есть ты считаешь, что ВКонтакте это пародия на Яндекс, да? Ну да. В общем, у них что-то было оригинально. Потом у него отобрали. У Павла. У него все отобрали и все? Ясно. У Павла все отобрали и все. Я не знаю, про что Ваня говорит. Даже не знаю, кто там эти владельцы. Ну, пойдемте. Ладно, вот сюда зайдем. Кстати, все павильоны, входы бесплатные. И, ну, я не знаю насчет всех, но вот сейчас которых мы посещаем, они бесплатные. И без предварительной регистрации пока что мы сюда заходим. Что-то есть, регистрации какие-то мы видели там, проходили штуки. Россия. Ну, в общем, где технология очередь стоит. А в Яндекс, РЖД, Мир Цифр, Николония. Николония. Россия. А все туда стоят. Нет, ну, сюда Мир Цифровой. Значит, там, наверное, интереснее, раз сюда очередь стоит. Здесь, кстати, тепло. И в каждый павильон обязательно стоят вот эти все мелодоискатели. Нужно убирать телефоны, сумки. В общем, все проверяют. Просто так не пройдешь. Вот куда-то мы зашли. В центре у нас располагается наша первая инсталляция. Это сердце российской промышленности. О широте русской души слагает легенда. Ну, а я предлагаю вам, что это только идет в ее сердце. В сердце, оно играло живое. В этом году это люди, которые внесли вклад в промышленность. В ассортизации, все. Вы могли видеть эти буквы товара? Авиационный инженер Василий Бойцов. Так, Надежда Ломанова, модельер, художник театрального костюма. Владимир Шухов, архитектор, изобретатель. Ну, прикольно сделали. Вот так вот все в техническом стиле, чтобы детей заинтересовать. Детям же обычно ничего не интересно. А вот так вот Ваня сейчас встал, вот это вот, слушает с удовольствием, про что ему дяденька рассказывает. А так, господи, попробуй его заставь. Микробиолог, эпидемиолог. Вы знаете, это как вот, Вань, это очень похоже, как выставка будущего в Дубае. Только, мне кажется, это как-то у нас масштабнее все. Там не так много места, а здесь места у нас прям огромное количество. Что это такое? Создание системы Компас 3D для автоматизированного проектирования. И что это значит? Что это такое? Наверху. А, вот это штука, что ли? Да, это штука. А это вот компьютер какой-то. Дети, главное, знают, куда руку приложить. Я даже и не вижу, куда руку приложить. Ваня видит, откуда все проецируется. В школе. Первый полет нового пассажира самолета, какого-то CCG-100. Ну, в общем, я не поняла, почему сюда такая очередь. А это что, почему сюда все стоят теперь? Индустрия кинотеатра. Что мы стояли-стояли? Слышно? Слышно. Легкая промышленность. А, нет, они в кинотеатр идут. Это кинотеатр индустриальный. Там можно фильм посмотреть про промышленность. Вертолеты 3D. Пойдем туда смотреть? Где двигатель? Двигатель. Мы не пойдем 3D смотреть кинотеатр? Очень жарко здесь, кстати. Вон что-то про краш-тест какой-то можно пройти. Че? Давай. Давай, пройдем. Это что, Ваня, за краш-тест такой? Стимуляция? Это что за стимуляция? Симуляция. Что за симуляция? Симуляция. Это самая любимая моя, я играю постоянно. То есть тебе нравится? Да. И так разбивается. И все? Да. Это просто, чтобы посмотреть, как машины разбиваются? Да. Обалдеть. Еще раз хочешь посмотреть, как она разбивается? Только другое жирпримясо будет. А, другое препятствие. То есть что будет, да? Повреждение кузова, безопасность пассажира 100%. То есть это очень хороший автомобиль, что ли? Это типа Аурас наш, что не разобьется. Это как образ идти. А что за слово вот это первое за Аурас? Что это такое? Модель. Маши машины, которая у нас в Президенте. А, у нас машина? 3D-печать. Ваня, я вот все не могу понять. Объясни мне, как 3D-печать? Вот как ты на принтере можешь такое устройство распечатать? Объясни мне. Там сначала первый слой делается, а потом на него второй. Я хотела все это купить. Ну там же детали должны быть. Как вот ты, допустим, можешь сделать этот? Я хотела вот такой купить, однако он стоит 20 тысяч. Вот этот 3D-принтер? Ну, этот около миллиона стоит. И что он делает? Обычно около 100. Ну, у него заплавляется пластик, как моя 3D-ручка. Только здесь ты ему на компьютере составляешь объект. Например, машинка. А он все делает ее, колеса сначала размечает, потом борщ, потом вот так. Ну, он из пластика все это делает. Ну, да. А проводов там не будет? Как? Ну, провода, чтобы он функционировал там, допустим. Вот, те. У нас есть с 3D-принтером, только это крутой. Я все равно нифига не понимаю. Так, пойдемте. Пойдемте дальше. Мы с вами здесь уже были. Электрический концерт. Здесь тоже уже были. Поэтому... Тебе вот это неинтересно посмотреть? Интересно? Так. И на 3D-принтером. Расстегнись хоть, Ваня. Здесь так жарко. Здесь у них такая система отопления. Это вообще. На улице холодильник. А здесь очень жарко. Слушайте, я говорю, там очередь на понюхать. Ваня говорит, ну, вот это прикольно. Я говорю, понюхать прикольно. Это же прикольно, зал, павильон. А, вот это тебе нравится, павильон, да? Екатерина II. Считается, что первая в России прививка была сделана 23 октября 1768 года. Екатерина, по-моему, сама на себе даже опробовала. Ну, большой, большой технологический процесс. Вообще все показано. Как трава растет, как что. Ну, разумеется. Дальше мы попали вообще в суперогромный мегапавильон. Как будто бы мы, смотри, в Ласточки едем. Не, в Ласточки мы сегодня уже ехали, вы в Волге? Не, в Ласточки. Спасибо. Ну, не знаю, в каком-то поезде мы сегодня уже ехали. Тут где-то я видела какой-то суперсовременный поезд. Я рекламу смотрела. Ну, да, Вань. Нет, только один павильон. В поезде Дом Мороза, который курсирует, сейчас можно на него взять... Ну, сейчас уже все продано. Я смотрела, за месяц там уже ничего не было. Это вот расписание, как он ходит. И там живешь в этом поезде три дня. И едешь везде там. Рускеала. Ну, вот это корейское направление. Ну, я хотела. В Геленджик не было билетов. А это мы сейчас посмотрим, вот как здесь выглядит вагон будущего, по всей видимости. Здесь это типа как СВ, что-то, я не знаю. Вот это вот, кстати, раскладывается штука. И получается, как большая кровать. Вот здесь вот показано. Сейчас мы отсюда зайдем. Сейчас женщина выйдет. Ну, сейчас я жду, пока выйдут. Зайдем, что-то посмотрим. Так, здесь кресло. Прикольно очень. Вот она, вот эта штука опускается. Он как диванчик делается тоже, в том числе. Наверху такая большая современная полка. Как хочется ездить на таких поездах, да. Вот это что такое? Не телевизор, случайно? О, раковина. Прикиньте, свои раковины. Можешь руки помыть? Вот это мечтает. А вот это... А, еще и телевизор. Слушайте, мечта. Вот это прям вагон мечта. Давай вон туда попробуй дверь открыть. Получится? Отсюда попасть сразу в следующий вагон. Ну, тут то же самое, кстати. Они одинаковые. Просто вот здесь собрано макет. Хотелось бы на таком поезде прокатиться. В поезде будущего. Когда-нибудь. Прикольно. И все, очередь рассосалась. Мы стояли в очереди. Так быстро очередь рассосалась. В общем, прикольно очень. Здесь какие-то картины. А, это шедевр. У меня загружено, кстати, это приложение, которое вы можете сами сделать свою картинку. Вот я, Ваня, видите, выбрал вот такие вот картинки. Можно Яндекс.Дпти. И что это он с чем-то таким? Придумал такое. Публиковать. А я вот вам сейчас новую генерацию сделаю. Так, я хочу, значит, Дубай. Смотри, твоя картинка. Подожди. Смотри, твоя картинка. Твоя картинка. Залив. Пальмы. Пальмы. Кстати, мне интересно, почему здесь планшета складывается. Шампанское. Подожди, шампанское. Шампанское. Так, что еще? Дубай. Залив. Пальмы. Шампанское. Вечер. Деньги. Вечер. Салют. Сейчас посмотрим, что он нам генерирует. Салют. Ну, тут надо прописывать. Это, ну, помните, что это нейросети. Там надо, типа, картинка в 3D, там, с таким, с таким-то. То есть, те, кто вот этим пользуются, они уже знают, как... Ну, что ты мне сбросил? Зачем ты мне сбросил? Она не сбрасывает. Сама посмотри. Я хочу картинку свою запечатлеть сейчас. Вот, что это картинка моей мечты. А ты мне ее сбрасываешь. Я ее не сбрасываю. Я просто вышел с приложения. Он, в общем, 20 секунд думает обычно, прежде чем обработать. Все, я иногда во второй сети публикую такие картинки. Они не пользуются популярностью. А это что, зачем на себя люди конусы надели? Там что-то видно. Сейчас, погоди, давай, это твоя файл. О, смотрите. Да подожди. Я просто нажал. Я вот какую выбрать. Мне вот это больше всего нравится. Опубликовать. Сейчас посмотрим с вами. Картинка моей мечты. Он сперва в плохом качестве, потом он более-менее налаживается. И смотрите, вот это вот моя мечта. Я в отеле смотрю на Персидский залив, на здание, на все столбы. Красота. Это ты дальше, что ли, сделал? Мою красивую картинку взял и... Вот моя картинка моей мечты. Так, здесь можно поваляться на диванах и поизучать английский, итальянский, якутский язык. В общем, кинозал. О, робот-пылесос постоянно путается в проводах. Ну, GPT, это все знают, наверное, уже, да, как работает Яндекс GPT. И вообще просто GPT. Самое главное, ребят, мы платили большие деньги в Дубае, когда мы ходили на выставку будущего. А здесь у нас, в России, все это бесплатно. Вот здесь меня все обвиняют. Назад в будущее в 90-е. Вот это мое, моя картина. Я говорю, там можно? Идем назад в будущее. Это 2024 год, а это то, что было в 90-е. Вот эта картинка мне знакома прям. О, надо войти. Куда? Как войти надо? То есть, видите, да я не нажимаю, я камеру хочу показать. Видите, как будто бы мой. Я умный домофон. Не лаю, не кусаю, но в дом чужих не пускаю. Управляюсь со смартфоном, планшетой и даже кнопочного телефона. Фиксирую всех, кто зашел в подъезд. Слушайте, прикольно. Вот так вот. Это в 2024 год, если ты попадаешь. И все видят, если там преступник какой-то. О, а вон мы стоим в нашем этом. Сейчас. Вон она, камера наверху. И нас снимает. Ваня на меня поглядывает. Вот так. И мы попадаем в нашу атмосферу. Моего детства. Неваляшки. Магнитофон у нас такой был пока черный. Черного цвета. Ажурные вот эти вот все делали салфеточки. О, Ваня, ты такого не видел раритета. Да? Это кассеты. Смотри. Вот это были кассеты у нас такие на магнитофоне. Подставка для кассет. А почему здесь можно трогать? Вот уж выставка. Ну, это посуда, мне кажется, она у многих сейчас еще дома. Это все зайками в детстве были. Хорошо, что они балет. Это мои, кстати, первые тенюшки зеленого цвета я делала себе. Это балетница. Это монетница. Такая была. У дедушки-то было деньги того времени. Да. Вот это наши любимые. Это новый юпи у нас. Вот смотри, мы играли вот этими, что мы развивали руки, а вы руки развиваете только при помощи клавиатуры, пластинки. В общем, интересно. Теперь вот из 90-х мы с вами попадаем в 2024 год. Это что такое? Это домофон. А, это домофон. Я думаю, что... Здравствуйте. Что современные такие тоже есть. Все современные, конечно. А, ты знаешь, как у нас в Риксисе. А в чем контраст между 90-ми? Вы так хорошо разбираетесь в людях. Хорошо, что не все они об этом догадываются. Там внутри просто телевизор. Нет, ничего. Ничего. Подожди, я умное зеркало. Позволяю выводить изображение, время, курс валют, погоду, новости, другую актуальную информацию на экран. По нажатию одной кнопки превращаюсь в обычное зеркало. А, прикольно. То есть так он как телевизор, а так как зеркало, да? Да. Кошачье. Вот это мы видели на выставке китайцев. Кошачье. А это что? Я счетчик расхода воды, работающий на облачной платформе. Вот, ну, вот это Марусь. Марусь. Да. Вместо Алис. Что, подводим итог. В этом ВКонтакте еще больше очередь. Что они туда стоят, вообще непонятно. Сюда тоже очередь, но меньше. Хотя здесь гораздо интереснее, чем там. В общем, Ваня танцует. Я не знаю, от чего там, от чего ты танцешь? От того, что музыку слышишь. Вот. А я сейчас для меня все в новинку. Знаете, как сейчас сошла здесь в туалет? А там раковина вместе с сушкой, с сушилкой для рук уже. Я руки подставляю, жду, когда вода потечет. А оттуда воздух идет. Я думаю, сейчас что, теперь вместо воды воздух, что ли, руки моют? Не могу понять. Там посередине дырочка, а слева и справа вот эти вот, ну, сушилки. Откуда вода должна, по идее, литься. Я Ване выхожу с энтузиазмом. Мам, ты же такие не видела, они везде уже давно есть. Я говорю, я первый раз видела. А парень за мной выходит, Ваня стоит, ждет. И рядом с ним еще парень. Говорит, там зеркала светящиеся другу своему. Он говорит, все, зеркала не видел никак. В общем, открываешь для себя всегда что-то новое. Так, ладно. А мы идем дальше. Там большая очередь, которую мы видели. Ну что, пофильон? Павильон Росатом. Я даже не могу понять, почему туда так много людей стоит. Там типа ядерное что-то. Он просвечивающий там посередине. А, там эти, Вань. Роботы, по-моему, есть. Не, ну ладно, мы не будем стоять сейчас, наморозить зачем. Актер от Электорий. Ход. Посмотрите, сколько людей проходит за раз. Вот сейчас запустили. Да мы не пойдем. Посмотрите, сколько людей проходит. А, и все. Человек 15 запустили, и все. Ты седайся стоять. Нагулявшись с Ваней уже в течение 4 часов. Ваня идет еле-еле уже пахнет, что очень сильно устал. Находился здесь. Все. Я его веду в ресторанный дворик. Перед колесом обозрения здесь этот ресторанный дворик, в котором я уже была. Здесь очень много разных ресторанчиков. Но у меня ребенок, вы знаете, он любит вкусные дочек. Она, оказывается, вынесена. И видите, здесь, там, надеюсь, что много столиков будет. Ваня даже уже повеселил. Повысили зарплату до 65 тысяч в Макдональдсе теперь получает. О, и он даже двухэтажный, что ли. Даже двухэтажный. Сесть есть где здесь? Здесь уже такой современный автоматизированный Макдональдс. Смотрите, все уже спускается. Робототехника такая работает. И еще плюс рядом с Макдональдсами сейчас стали всякие десертики выпускать. Прикольные. Пирожочек какие-то с черникой есть. Ой, я Макфлори 100 лет не ела. Хочу Макфлори. Есть еще второй этаж большой. Потом, может, зайдем, посмотрим. Мы на первом этаже рядом сели, чтобы нас нашли. У меня спина до сих пор болит. Что у тебя спина болит? А, то, что упал. Я так испугалась. Ваня как раз упал, и обмяк такой. Я думала, блин, только не это. Только не это. Опять повторно. Я заметила, что у меня, если пульс больше 200 делается, у меня, видимо, когда я упал, пульс резко раскочил. От этого у меня выступают слезы. А у тебя слезы выстрелы? В общем, ты испугался просто. Но я хочу сказать, здесь, знаете, такой, как городок прям. Здесь, вон, и мужские стрижки подстричься вы можете заодно. То есть, любой выберите, любой вкус, что хочет. Это макдональдс-эксперимент проводил в Италии. Подкрылся под другим названием. И людям все, и людям, ну, готовил макдональдс. И людям все нравилось. Потом они отходились под настоящим названием, и все удивились. И от этого в макдональдс стали чаще ходить. Так, это мой заказ. Ваня, причем, первый, смотрите, себе заказал, а ему до сих пор... А что же там заказал больше? Вот это, кстати, я кофе взяла. А что мне трубочку к нему не дали? Или вот это такая трубочка теперь? Что за трубочка такая? Я любитель вот этих... Я не люблю кофе с молоком, там, латтея, всякие, капучино, но вот со сливками, со взбитыми. Вкусная картошка. С голодой, я еще... Ну, я же вам не весь процесс показывала, но здесь ходим уже очень давно. У меня телефон, я потеряла. Когда мы зашли в образование, я не стала показывать, потому что это никто смотреть не будет. Я знаю своих зрителей, вы все пишете, но вы не смотрите, если показывать какие-то такие научные тематики, все эти и все остальные. Ну вот. А там вот то, что Ваня рассказывает, по бельям Тиева, они расскажут, что это такое. Ну, вот детей программа, она у вас. Там все дети сейчас в России, вот они у себя. По вот этой программе просвещения. Ну и там, в общем, разные аттракционы, все. Не аттракционы, а конкурсы. И мы туда заходим, у меня проверяют телефон, а он у меня висит на проводе. Он у меня падает на дорожку. Я иду, не могу понять, думаю. А я не снимала как раз в этот момент. Думаю, что такое, телефон нет. А он у меня там на дорожке лежит. Хорошо, что я его хватилась и нашла. А так вот. Не было бы у вас видео. В общем, с Ваней взяли все погрелки. Чай, у Вани чай, у меня кофе. Это, знаете, чтобы руки не мерзли. Прям верный такой вариант. Ну так хорошо посидели там, столько всего взяли. Сейчас уходить, я думаю, неплохо было бы еще с тобой картошечки прихватить. Все, пойдем сейчас елки порассматриваем. Мы, может быть, попадем в главный павильон, если там народу немного будет. Но к вечеру еще больше холодает. И, знаете, надоедает вот эта вот проверка бесконечная. Я понимаю, что это безопасность, но как-то на входе же уже всех проверили. А здесь получается... Ну, вдруг ты вынес воздух, а? Ну, нас сегодня уже раз 10 проверили. При входе, потом при входе в каждый павильон, потом мы назад куда-то шли назад, там рядом с концертной площадкой, при выходе. В общем, сейчас опять при входе идти. Ну, а это постоянно нужно вынимать все из карманов. В общем, такое себе удовольствие. Сумку тоже, ну, соответственно, нужно пропускать через металлоискатель. В общем, я думаю, что как-то же тут на входе сделать эти металлоискатели. И все. А дальше кто как сюда будет пробираться? Не знаю. А Ваня говорит, по сути дела, телефон уже сам посидел из ровного устройства. Телефон уже ни у кого не отбирает. Ну, я не знаю, как там есть. Так, трактор чистит дорогу. Мне надо как-то выключить телефон носом, потому что мои перчатки без сенсора. За нами пошли в очередной раз через вот эти вот металлоискатели. А сегодня, оказывается, день Луганской Народной Республики. Это вот здесь был концерт, когда мы пришли. Может быть, он еще, кстати, будет. Холодает. А там он, я смотрю, видишь, прожекторы какие-то? Давай переключи мне на ту сторону. Ага, у Вани сенсор на это перчатка. Надо мне тоже такие купить. На рынке будем. Там можно все купить. Вот этот павильон Сбербанка. Тут тоже такая порядочная очередь туда стоит. Но мы, наверное, туда не пойдем, да? Пойдем сейчас уже елки посмотрим уже. Ну что, сейчас будем смотреть елки. Вань, подержи, пожалуйста, я мне перчатку надеюсь. Ну куда-то закрыл камеру-то. Все, привет. Я просто не могу. Это маман. Моментально просто. Просто моментально мерзнет. Давай сюда. Да. Ой, елочь. Сините, если будет трястись. Елочь. А вот смотри, какие прожектора там. А куда же они светят? Где? Нет, это вот отсюда светит. А там прожектора куда-то прямо в небо светят. А не просто на луну светят. На какую луну? Так, все. Начинаются елки. Пробежимся сейчас с вами по елкам. По-быстрому посмотрим. Ну чем быстрее пройдем, тем теплее будет. Ну что, друзья, вон елки от всей России. Московская область. Оцениваем, оцениваем елочки. Московская область. Тут все в каких-то тарелочках. Это у нас республика Мордовия. Сваивается носками, что все равно. Носками покрашены елки. Дальше. С чем? С чем? С чем? О, это Приморский край. Приморский край, рыба. Значит, наша первая, да? Наша первая была. Рыба, ракушки, крабы. В общем, Камчатка у нас, ой, не Камчатка, Приморье. Очень плодотворный край. Минецкий автономный округ. Здесь что-нибудь единые сауны. Минецкий автономный округ. А прикинь, у нас тоже одна съесть с елочками. Отдельный грант тоже есть здесь. Ну и так, мы не стояли. Нет, там была все полностью Московская область. Мне кажется, что там не будет один. Оренбургская область. Оренбургская область. Смотрите, какая красота вообще. Бесподобная, слушайте. Вязаная, что-то такое кружевное. Очень красиво прям придумали. Ой, так руки мерзнут сильно. Так, идем дальше. Республика Каумыкия. Чем, Вань, славится республика Каумыкия, смотрю? Балалайками. А что здесь балалайки? Тут какие-то национальные костюмы. А, балалайка точно есть, Ваня, правильно сказала. Ну и помимо балалайок, еще какие-то вот такие, как они правильно называются? Что это такое? Прихватка какая-то с куклами. Или что это? Напишите мне, как-то не знаю. Я даже не могу слово подобрать, что это такое. Как это называется? Веселька какая-то. Веселька какая-то. Республика Алтай. Мечтаю побывать. В Алтайе еще ни разу не была. Пусть как блогера кто-нибудь пригласит. Так. Чем славится у нас Алтай? Какие-то якоря, что ли? Якори или что? Это якорь? О-о-о. Якорь какие-то. Тарелки сверху. Дощечки. Так. Ну, пока что мне вот очень вязаная понравилась елочка. Обалденная. Так, а здесь это перчатки. Это Омска. Ага, Омска. С перчатками красиво очень. Так, кому-то помешало сделать фото. Владимирская. Ой, слушай, Владимирская. Потрясающей красоты. Елка с хрустальными какими-то такими гирляндами. Обожаю такие штуки пустые. Очень красиво. Владимирская область. Прям теперь намбован вот сейчас. Владимирская область. А мы идем с вами потихонечку дальше. Запорожье. А что же Запорожье? Я не помню. Колеса какие-то. Что это такое? Колесо, дерево. Чем славится у нас Запорожье? Запорожье. Запорожье область. Подожди. Не понять, что это такое. Она единственная пушка. Игрушки такие здесь. Что изображено там, я не могу понять. Какое-то дерево, что ли. Потому что они не пахнут. Пахнут. Настоящие елки. Не искусственные елки. Елка красивая, но я не могу понять, что здесь хотели показать. Деревом, что ли? Или, может быть, промыслами какие-нибудь народными. Запорожье сайт. Не знаю. Напишите. Ульяновская область. Лошадки какие-то деревянные. Лошадки деревянные. Шарики красивые. Магадан. У Юры любимая песня у нас сразу вспоминает. Магадан. Магадан. Магадан какие-то повесили разделочные. Типа разделочные доски что-то такое висит. Красивые. Игрушки красивые. Такая Россия огромная. Даже всех не перечислишь. Ленинградская область такая. Болотая прям елка. Красивая. Я бы хотела Ленинградскую. Это Ленинградская. А, это Кааа Ленинградская. Я говорила Ленинградская. Каа Ленинграду тоже хочу. Это типа под янтарь, значит, что у них сделано. Точно. Смотрите. Елка из янтаря. Я очень хочу давно, но, блядь, не знаю, когда мы все это сделаем, а. Здесь сразу Ваня узнал. Тульская область говорит, это же от нашего Юры елка. Посмотрите, вся она с пряниками, как будто бы тульские пряники. На стула сразу все говорят пряники. Здесь какая-то прям очень пышная елка. Прям очень пышная. Что это у нас? Кто это у нас? Это самый богатый такой. Карелия. Смотри, Ваня, вот она Карелия какая. Карелия очень красивая. С елочками с такими. Да были. Карелия. Ты там разве был? Вы были. Вы говорили. А тебе на Новый год покупать бенгарские огни? Красивая очень елка. Так. Московская елочка. Ну вот самая пустяная карельская. Прям смотрите, какая она огромная, большая. Из всех елок, которые мы прошли, карельская прям такая. Обалденно. Так. Ну что, готовы? В путь. Всем передаю привет. Привет. Сейчас постараемся побыстрее пройти, чтобы не так нудно было-то. Так. Ямала-Ненецкий. Мы ее что-то проходили сегодня вроде. А, мы ее вот отсюда видели, когда мы выходили, потому что мы еще с тобой изучали. А вот она, республика Крым. Вань, ты прав был. Почему-то Севастополь. Но Севастополь, по-моему, город отдельного какого-то значения. Свердловская область. Посмотрите, как красиво под гжель. Пока все сделано. Свердловская область. Ваня, Свердловская область – это папа твой родился-то. В Екатеринбурге. Вот это его, с его родины, да. Так, Амурская область. Амурская. Тигры Амурские. Когда вот Амурская область, говоришь сразу на слуху. В Вологодске. Мне Андрей предлагал, говорит, поедем в Вологду. Ну, на Новый год, когда мы не знаем, куда. На поезде, лишь бы куда. В Финляндии не пускают. Ханты-Мансийский. Автономный округ Югра. Ой, там холодно. Холодно-холодно. Твой любимый. Всем привет и всем тепла. Желаю всем тепла. Прям хочется, знаете, отсюда шапочку такую снять. Погреть руку, блин. Заметьте, заметьте, рука. Иду голой рукой, сняю перчаткой. Не могу, потому что управлять. Иду, замерзла, но снимаю. Ханты-Мансийский. Автономный округ. Простите меня, если я обидела вас. Когда-то неправильно назвала ваше наименование округа. Я не специально. Так, следующая елка. Иркутская область, рыба. Иркутск тоже нет. Нет у меня ассоциаций никаких не было ни разу. Не знаю. Саха, Якутия. Залини привет сразу Оксаниной. А, Саха. Подруги. Ой, как красиво. Якутские бриллианты сразу. Алмазы, бриллианты. Красота. Необыкновенная. Саха. Так, дальше. Алтайский край. А мы разве Алтайский край сейчас не проходили? У меня было уже, нет? Мам, я сейчас... Оренбург, а за Оренбургом раз. Я сейчас напомню. Мы с тобой в последний раз считали в прошлом году... Ой, прошу в мае. Да сейчас мы, по-моему, там где-то были же... Был уже Алтай. Я еще говорю, хочу там побывать. Тюменская область. Тюмень. Мы с тобой не читаем уже. Вот такой вот какой-то красивый здесь павильон надутый. Куда это проход, я не знаю. Мы просто уже подзамерзли. Поэтому все. У нас оставшиеся елки. Почему мы туда шли? Не знаю, Вань. Я думала, что только там есть. Отсюда убрали. Тут замерзли уже мы не только руки на телефон. Техника подводит. Еврейская автономная область. Еврейская. Ага. Где она, интересно, у нас находится? Надо с нее хоть прийти на карте, чтобы просматривать. Луганская народная республика. Республика. Луганская сегодня длинная. Ага. Красиво здесь. Тоже такие куколки какие-то. Да, да. Висят. Так. Здесь у нас что? Кемеровская. Кемерово. Привет большое. Очень много у нас заказов из Кемерово. Спасибо большое, девочки. Так, республика Тыва. Тыва хлеб какой-то. Хлеб большой. Ваня, зачем ты так говоришь? Тамбовская область. Ну, Ваня шутит, он просто не понимает. Не, ни в коем случае так нельзя делать. Здесь волки. Вселенная. Тамбовская область. Так. Новосибирская область. Новосибирская большая. Привет, я помню, что у нас вроде Ирина не брала. Оттуда, откуда там, может быть, я путаю. Но большой привет. Чукотский автономный округ. Ох ты, батюшки ты, боже мой. На Чукотке ни разу не было. Тут эта самая большая. Большая. Медвестики. Так, это что-то такое веселенькое тоже, с сосульками. Опять Санкт-Петербург. А как же там? А там Ленинградская область. А, Ленинградская область. А это Санкт-Петербург очень красиво. А Москва, да, была. Ага, Московская область была. Здесь есть что порассматривать. Прямо Санкт-Петербург такие. Очень красивое украшение. Что еще осталось? Забайкальские крашишечки красивые, разноцветные. Ну, вы знаете, Курская область красивая тоже. Я хочу сказать, что вот такие видео, где вылазки у нас какие-то в Москву, где ты долго ездишь, понятно, для нас это очень интересно. А для зрителей смотрят меньше, просмотров меньше, когда я куда-либо еду по Подмосковью, по Москве, смотрят меньше. Кировская область. Кировчанам привет большой. Это бабушка Вятский Паряна, она с дедушкой живет там. Пензенская область. Пенза. У нас учитель. У тебя учитель не из Пензии? Да, у меня учитель. Кланина, мой репетитор, большой привет, но она у нас здесь живет. Так, Башкатастан, республика, тоже большой. Все, осталось чуть-чуть совсем до выхода. Ручку погреть убрала Саратовская область. Так, здесь у нас что? Ставропольский край. Какая красивая Ставропольский край. Это Ставропольский край. Я прям вот, ну, несколько елок прям вот. Есть Крым, есть Ставрополь, есть Ставрополь. Ставрополь это Кавказ, не путай. Это вообще совсем другой. Так, это у нас что такое? Краснодарский край. Очень тоже красиво сделано. Давай сфотуемся возле нее. Так, последние елки. Тверская область соседям нашим. Большой-большой привет. Тверская область. Тоже все, что-то из дерева. Так, Костромская область. Какая же у нас огромная страна. Костромчанам большой привет. Так, Самарская область машины. Самара. Все в машинах. Машина, гитара. Гитара почему, интересно. Так, и последняя Адыгея. Адыгея тоже очень большая. Елка очень красивая. Все, все обошли. Все, все. Все, друзья мои. В общем, видите, у меня щеки красные. Рука сейчас отвалится вообще в принципе. Мне кажется, от мороза она просто развалится по кусочкам. В общем, мы, да, домой едем. Сейчас также на электричке. Здесь мороз. Снег. Все как положено. Красота. Погулялись у меня целый день. И не обошли даже половину из того, что здесь есть. Это нужно очень-очень много времени. Но есть повод вернуться еще. И досмотреть то, чего не увидели. Благо выставка еще не заканчивается. Ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, отличного настроения. И, как всегда, увидимся с вами вновь. У меня кто-то хочет в все сугробе искупаться. Ко всему прочему. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok